По соседству с храмом всегда водятся черки, и среди бойцов они тоже бывают. Но бывают и очень благородные ребята, идущие по истинному пути воина, несмотря на то, что все бойцы выходят на поединок уничтожать соперника ради победы. Приветствую вас, мощнолапые божьи коровки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на благородных бойцов и профессионально слепых рефери. Даже у прекрасной Розы есть шипы, а у благородного бойца желание победы. В этом поединке Чапелли против Реблевского произошел очень интересный случай. После удара рукой у Реблевского выпало плечо, на что рефери не сразу среагировал и просто не знал, что делать. Ведь по правилам Чапеллия мог смело броситься на добивание и забить беспомощного соперника. Но мужик оказался реально красавчиком и вместо добивания сам же вставил плечо сопернику на место. А когда Реблевский смог нормально продолжить бой и защищаться, отправил его в нокаут, получив двойную порцию славы за благородство и победу. Есть рефери, от которых пользы как от зонтика рыбе, а есть и такие, которых вообще нельзя допускать к судейству. В этом поединке произошло что-то вообще необъяснимое. Один боец в партере придушил второго, который начал стучать о сдаче по спине, и это было видно даже африканским бидзонам, которые смотрели бой по черно-белому телеку. Но только не рефу, который сидел прямо над бойцами и смотрел умирающему пацану в лицо. А бой остановился только тогда, когда душитель понял, что соперник отключился и сам встал, после чего реф гордо замахал руками, показав, что бой окончен. Конечно, за такое его хотели отрезвить секунданты проигравшего бойца, и нужно сказать, что не зря. На войне бойцов врагу не дают, а в клетке, как оказалось, победу уступают. Поединок Пантенко против Ризора на любительском турнире по ММА прославил пацанов на весь мир. Пантенко полностью доминировал в бою, избивая соперника, как ему хотелось, нанося все возможные удары, которые заходили. Но потом, понимая, что рефери ничего не понимает и не собирается останавливать это побоище, сделал нечто непонятное. Да, вы правильно поняли, мужик просто сел и похлопал по канвасу, таким образом отдав победу сопернику. После боя он дал интервью, где сказал, что больше не мог избивать Ризора, так как понимал, что просто его покалечит и отправит в больницу. Вот вам и благородство, граничащее с безрассудством. Ведь так чемпионом не станешь, но здоровье пацанам сохранишь. По вещам судят хозяина, а по поступкам человека. На африканском турнире по ММА и Эфси в клетке сошлись два настоящих здоровенных аборигена за сотку и устроили для зрителей сценку охоты льва на газель. В роли льва оказался Вол Равенс, который терзал Микищи как газель, а в роли зрителя сафари был рефери, которого видать взяли с ближайшего кабака, ведь он вообще не понимал, что происходит и никак не вмешивался в бой. Даже после того, как Вол Равенс ему уже кричал, что противник не сопротивляется и он его убьет. Но реф был неприступен и хотел кровавой бойни. Но ее не хотел Микищи, который лежа на канвасе сам поднял руки, требуя пощады. Но самое абсурдное в этом всем то, что бойцы и сам рефери вышли на бой в черных повязках в память о погибшем бойце, бой которого судил такой же профи реф. Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Именно так думают бойцы, не желающие убивать соперника, зарабатывая себе светлую карму. В поединке Бранча против Харриса весь мир увидел невероятный нокаут, который был признан нокаутом года. Но еще более невероятным был поступок Бранча, который, прибив Харриса об канвас, замахнулся, чтобы его добить. Но увидев, что мужик уже улетел, не стал наносить лишние удары. Хотя так поступили бы очень немногие. В жизни от глупца бывает польза, но в ринге, особенно когда глупец рефери, только горе. В 2013 году в Лас-Вегасе на турнире WSF в клетке сошлись Джон Фич против Джоша Беркмана. Опытного Фича считали явным фаворитом, но бойцовская богиня посчитала по-другому, и уже на сороковой секунде Беркману удалось сделать удушающий. Но самое поразительное то, что рефери было как будто насрать на то, что происходит в клетке. Он даже не пытался понять, насколько опасен этот прием, в отличие от его коллег по борьбе. И тупо стоял, мечтая о пивасике после того, как весь этот балаган закончится. В итоге Беркман сам отпустил Фича, когда понял, что тот уже в отключке, и не стал убивать мужика, пока рефкал упался в носу. Найти иголку на дне реки так же непросто, как увидеть бойца, который не станет добивать соперника в ММА. Но на турнире ACB такой боец нашелся. После отличного удара ногой с разворота, который залетел сопернику четко в печень, мужик мог просто забить корчащегося от боли оппонента. Но не стал этого делать, а просто подбежал и убедился, что дело сделано. Один из худших рефери UFC Ямасаки в очередной раз дал повод всему интернету проявить словарный запас ненормативной лексики. Чувак не увидел такой явной сдачи, что боец, который делал треугольник, начал сам кричать рефу о том, что оппонент сдается. Пацан не хотел выключать соперника и не стал его бить, а наоборот, помог заркоглазому как крот рефу остановить бой. Где властвует неразумие, разум прячется, а где судит рефери с Будуна, появляются трупы. В этом боксерском поединке боец в синих шортах наносил жесточайшие удары по голове и корпусу соперника, который не то что не защищался, а просто молился, когда все это кончится. Но рефу, видать, это все дело нравилось и он даже не пытался остановить бой от счета в нокдаун, пока боец сам не остановился, чтобы сказать пару слов рефу и не ушел в угол. Только тогда реф понял, что нужно это месиво заканчивать. Не стоит одевать соломенный плащ, когда идешь тушить пожар. Также не стоит наносить удар, когда противник упал. В этом поединке по муай-тай боец в оранжевых шортах поступил очень достойно, не став пробивать ногой соперника, который подскользнулся. Ведь рефери был далеко и он вполне мог пойти в контратаку, как на его месте делает большинство, несмотря на правила. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А в комментах напишите, сколько пива и беляшей вы благородно пощадили. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Нога же держит, раз-два! Переваживайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok